Доброе утро! В эфире Первоприднестровского программа «Здравствуйте» и я, Наталья Донцу. Меланома – опухоль кожи, распространенное онкологическое заболевание. В преддверии летнего сезона актуальность данной проблемы возрастает. Сначала расскажем, что же такое меланома и чем она опасна. Невусы или родинки – врожденные или приобретенные пигментные образования на коже. У детей до года их практически нет, они образуются с возрастом. Когда в клетке накапливается пигмент меланин, образуются меланоциты и вот эти повышенные накопления, избыточные накопления меланоцитов и называемые невусом или родинкой. Обычные родинки не требуют лечения и не представляют угрозу для здоровья человека. Но есть такие невусы, на которые стоит обратить внимание. Опасными считаются родинки диаметром более полутора сантиметров, которые такой черной темно-коричневой окраски. Также опасными считаются родинки, которые подвержены постоянной механической травматизации. И родинки, которые подвергаются постоянно избыточной солнечной инсоляции, ультрафиолетовому излучению. Если начинается какой-то рост образования, второе, изменение цвета, изменение оттенков, переход то ли в светлое, то ли в синюшное бордовое образование, не дай бог наличие каких-то выделений слизистых, вот эти нюансы уже должны быть не просто знаком, а необходимостью обратиться к врачам-специалистам. Из таких невусов может развиться меланома. Это одна из наиболее агрессивных форм рака. В большинстве случаев болезнь развивается из-за избыточного воздействия ультрафиолета. Но что интересно, чаще всего меланома образуется на закрытых участках кожи. Еще один фактор развития – наследственный. Почему такое пристальное внимание мы относим к меланому? По причине непредсказуемости, грозности и трудности лечения данного процесса. В онкологическом сообществе меланома называют таким пафосным названием «черная королева онкологии». Меланома может распространиться на другие органы и системы организма, может дать метастазы. Также этот вид рака часто рецидивирует. К примеру, есть опухоль вот на данном участке кожи, мы ее удаляем, она может появляться на расстоянии сантиметра, двух, трех. Для раннего выявления меланомы онкологи Приднестровья проводят ежегодную акцию перед летними отпусками – День борьбы с меланомой. Накануне она прошла в республиканском онкодиспансере. Желающие смогли показать специалистам кожное образование. Я решила прийти тоже сам провериться, потому что у меня есть появление родины, и они меня беспокоят. Не так, как соль беспокоят, а просто как меня берут сомнения. Я вчера слышала по телевидению сообщения, я давно собиралась к герматологу проконсультироваться по поводу родинок, которые появляются в возрастном уже состоянии. Поэтому вот решила проконсультироваться. Узнал про акцию, решил прийти проконсультироваться. Во-первых, удобно в субботу, все остальные дни я работаю, как бы удобное время. Мне тут недалеко, поэтому решил, почему бы и нет. То есть акция сама как бы призывает приди, да посмотри. Онкологи предупреждают, если работа связана с постоянным нахождением на солнце, не стоит пренебрегать головным убором и максимально закрытой одеждой. О видимой форме рака кожи поговорим с гостем студии, онкологом Геннадием Карадимитровым. Доброе утро, Геннадий Николаевич. Доброе утро. Диагноз меланома сейчас стал звучать все чаще и чаще. Скажите, пожалуйста, а почему это заболевание диагностируется уже на запущенных стадиях? Ну, зачастую, конечно, это вызвано тем, что пациенты поздно обращаются все-таки к доктору. Питая надежды, первое, данное пигментное небо, или образование кожи, как бы у них давно, с детства, с рождения. И, соответственно, уже приходят с явлением метастаза опухоли, поскольку это высокоагрессивная опухоль, и довольно-таки рано дает метастазы в лимфоузлы, в различные органы. И второе, пренебрежение определенными рекомендациями врачей, может быть, в общем медицинской сети, терапевта и так далее. То есть это в основном поздняя обращаемость. А почему эта опухоль такая агрессивная? Ну, во-первых, потому что эта опухоль, она зависит во многом от гормонального статуса организма, поскольку она исходит из клеток меланоцитов кожи, это пигментные клеточки, которые реагируют не только на внутреннюю среду организма, именно гормональный фон, насыщаясь витамином Д и так далее, но и, что самое главное, на высокую солнечную инсталляцию, то есть радиацию. Соответственно, эти два фактора в совокупности стимулируют деление этих меланоцитов, тем самым вызывая определенный метастатический пул. В соответствии, чем выше агрессивная среда внешняя, чем глубже гормональные изменения в самом организме, особенно это климактерический период у женщин, как ни странно, изменение фона гормонов в щитовидной железе, различное образование гипоталмуса, гипофизарной системы и так далее, тем они быстрее себя и проявляют. Ведь меланоциты, по сути, это клетки с высоким клеточным делением, отсюда все исходит. Обмен веществ внутриклеточных очень высокий. Тем самым, конечно, мы можем и прогнозировать увеличение частоты заболеваемости меланомы в республике. Ведь не секрет, что они занимают больше 50-60% от сезонного качественного образования самых мягких тканей. А у нас увеличилась заболеваемость? Ну, если брать так динамический подход или анализ заболеваемости, конечно, каждый год выявляются как минимум 1-2 случая по всей республике. Оно неизменно. Оно так и остается. Другое дело, что эпизодически мы можем встречать увеличение количества больных с запущенными формами меланомы. Но нередки в случае мы встречаемся с меланомой не только кожей, тканей поверхности тела, но бывают и меланомы кишечника, желудка. И такое тоже встречается. Это в опухоли крайне тяжело диагностируем, как случайная находка. А даже под ногтями меланомы могут образовываться. Это правда? Совершенно верно. Они могут образовываться и под ногтями, и на подошве, на слизистой ротовой полости, слизистой носа. Эта патология, данная локализация не такая уж частая, но она опасна тем, что выявляется очень поздно. Поздно тем, потому что эти зоны, как правило, не участвуют, не осматриваются, не ощущаются. Человек адаптируется к определенному образу жизни до тех пор, пока данная меланома не приводит к тем или иным осложнениям. А каким осложнениям она вообще приводит? В первую очередь, конечно, осложнения будут зависеть от локализации самой меланомы. Если это кожный покров видимых нам обзору участков тела, и пациент поздно обратился, как правило, это осложнение кровотечения, нагноения, с абсидированием. В следствии перенесены травмы случайно или не случайно пигментного нервуса. Но уже для слизистой ротовой полости или подошвы, те участки, которые, как правило, вне видимой нам обзору, конечно, чаще осложняются кровотечением. Именно при таких обстоятельствах и устанавливается диагноз меланом. То есть люди впервые обращаются именно уже при этом? И оказывается, что случай запущенный. Кто в группе риска и кому нужно быть более бдительным, находясь под открытым солнцем, расскажем далее. Несмотря на то, что родинки сами по себе, как доброкачественные опухоли кожи, безопасны, стоит помнить о том, что под воздействием определенных факторов они могут переродиться в злокачественную опухоль. Особенно это касается людей из группы риска. Это лица, профессиональная деятельность которых подвержена пребыванием длительного времени под действием ультрафиолетового излучения. Это лица, которые любят проводить отпуска на низких географических широтах. Это лица, невусы которых подвержены постоянной механической травматизации. Также с повышенным риском относятся женщины, принимающие гормональные препараты, женщины в период беременности и лактации. Это пациенты, у которых имеются невусы, родинки в диаметре более полутора сантиметров, с такой черной и темно-коричневой окраской. Также следить за родинками должны те, у кого их более полусотни и люди со светлой кожей. Если человек сгорал на солнце более пяти раз, особенно в детском и подростковом возрасте, он также попадает в группу риска. Таким людям необходимо исключить факторы, вызывающие меланому, меньше находиться под открытым солнцем и не травмировать родинки. Кроме чрезмерного нахождения на солнце, что еще провоцирует это заболевание? Ну, мы должны сказать, что не нужно опираться только действительно на солнечную инсоляцию. Есть еще и солярий так называемый, когда наши уважаемые пациентки, женщины, красивые ради красоты их посещают для загара и тому подобное. Конечно, это является тоже одним из источников стимуляции или провоцирования меланома. Нельзя не заметить тот факт, что чаще всего меланома сама по себе развивается у лиц рыжеволосых, блондинов. Со светлым типом кожи. Совершенно верно. Вот смуглые лица, то есть личности темноволосой, гораздо реже заболевают патологией данной в силу своего определенного статуса, ну, клеточного формата кожи. Стимуляцией, конечно, главным провоцирующим фактором для развития меланомы, конечно, является и травматизация. Это зона шеи, поясница, подмышечные ямки. То есть, если идет трение одеждой, самой родинки, самой меланомы. Совершенно верно. Поэтому, когда мы находим пигментные невусы в зоне данных травматизаций, особенно если они имеют определенный активный рост даже при доброкачественном своем течении, конечно, мы всегда рекомендуем их удалять. Нельзя пренебрегать этими рекомендациями, потому что излишняя травматизация ведь это что? Это, по сути, микромацерация меланомы. Любая травма в организме, как естественная реакция, она стимулирует регенеративный процесс, улучшает местное кровообращение, лимфо-оликоцитарная инфильтрация. Соответственно, эти механизмы с улучшенным кровоснабжением, как реакция на травму, приводят к стимуляции роста самого пигментного невуса. Отсюда меланоциты выходят из-под контроля организма, потому что каждая клетка в организме имеет определенную гормональную зависимость, контрольную самому организму. Если они выходят из-под контроля, соответственно, мы получаем стимулирующий рост. Поэтому зона травматизации обязательно – это зона повышенного риска развития меланомы. Скажите, а как же отличить обычную родинку от уже злокачественной родинки? В первую очередь нужно обращать внимание на такие факторы, как изменение объема или размеров пигментного невуса, изменение кожи вокруг пигментного невуса, наличие зуда, возможно, гиперемии. В отдельных случаях травматизация пигментного невуса с последующим воспалительной реакцией, инфильтрацией, изменение цвета. В отдельных случаях пигментный невус, если в течение 10 лет имел коричневый оттенок, он может менять свой оттенок, тот же коричневый, только появляются, допустим, белесоватые пятна, бывает такое. Либо наоборот, на фоне обычного цвета появляются коричневый, темно-коричневый цвет, синюшный цвет. То есть любое изменение цвета в ту или иную сторону должно сразу наводить на мысль о начале злокачественного процесса, либо уже развившись в процессе. Любое изменение, соответственно, нужно обращаться к доктору. О том, как диагностируют меланому, смотрим в сюжете. Ранняя диагностика меланомы очень важна. Если специалисты выявляют эту патологию на ранней стадии, когда толщина меланомы менее 1 мм, шансы на успешное лечение увеличиваются в разы. С подозрительными кожными образованиями можно обратиться к онкологу или дерматологу. Последний, если необходимо, направит к онкологу. Если онколог подозревает меланому, проводит дерматоскопию. Этот метод диагностики позволяет рассмотреть поверхность пигментного новообразования при 10-кратном увеличении. Мы отслеживаем данное образование, и мы можем уже до цитологического исследования, значит, с довольно-таки большим процентом точности, определить развитие онкопроцесса. Периодическая самодиагностика кожи также может помочь заметить нежелательные новообразования. Для этого существует специальная азбука меланомы. Это ряд признаков перерождения родинки. Они должны насторожить пациента. Асимметрия. То есть, когда появляется какая-то асимметрия формы, да, невуса, имеющегося на протяжении многих лет, имеется б-борд границы, то есть, какие-то становятся нечеткие границы. Сикало цвета, изменение цвета. Чаще всего происходит изменение в более темную сторону, то есть, становится такая истинно черная. Часто он замек оклякса, то есть, она видит такой неровные контуры, да, черного цвета. Диаметр, то есть, это увеличение в размере происходит, и появляются кожные сателлиты. То есть, это такие образования, которые появляются рядом с ранее находившимся небусом. Чем раньше специалисты выявят клеточную патологию, тем раньше начнется лечение. Еще один метод диагностики меланомы – онкомаркеры. Любая опухоль в начальной стадии развития, она продуцирует белки. Это аномальные белки, которые не соответствуют нормальным белкам, которые должны быть в организме. Соответственно, они попадают в кровь и в мочу, и являются такими преддикторами, то есть, определяют почерк опухоли. И таким почерком, таким маркером на меланомы является маркер белок С100. Это маркер меланомы. Он повышается при запущенной стадии рака кожи. Даже на ранних этапах этот показатель чаще всего в норме, поэтому такой анализ используют, когда необходимо проверить эффективность лечения. Когда у человека выявляется, уже выставляется диагноз меланома, что вы делаете дальше? Установить наличие меланомы не так-то легко на самом деле, но даже при наличии подозрения на данное заболевание всегда прибегаем к основному метод лечения хирургической. Необходимо осуществить ее электрохирургическое иссечение, и при этом это проводить под общим обезболиванием. Ибо уже известно, что хирургическое пособие при меланоме подместной анестезией обеспечивает диссеминацию, то есть распространение опухолевых клеток. Даже при радикально выполненном хирургическом пособии мы можем подместной анестезией стимулировать метастатический пул. Но это не должно являться абсолютным таким вот проявлением того, что каждого больного нужно оперировать под общим обезболиванием. Тут обязательно необходимо учесть риски самой операции, риски анестезиологического пособия. Когда мы понимаем, что анестезиологический риск превышает для больного с высоким жизненным риском, конечно, хотя бы нужно уже оперировать подместной анестезией. То есть вы оперируете, дальше вы эту родинку посылаете на гистологическое исследование? Да, мы отправляем на гистологическое исследование. Соответственно, получив результаты, наши патоморфологи, они знают об этом, указывают нам о степени инвазии в обхоле. Исходя из этого, мы уже проводим прогноз излечимости пациента и определяем тактику дальничного лечения. Поскольку уже известно, когда мы понимаем, что инвазия в обхоле имеет 0,76-0,8 мм кожи, то до этих размеров прогноз, как правило, благоприятный. Но если больше, чем 0,8, это глубже, чем базальные слои кожи и так далее, то прогноз, как правило, неблагоприятный, поэтому прибегаем к иммунотерапии, при необходимости лучевой терапии и тому подобное. И плюс Вы занимаетесь диагностикой, то есть Вы обследуете человека на предмет наличия метастаз? Да, конечно. На сегодняшний день существуют различные методы диагностики и в мире, и у нас. Для этого можно выполнить лимфографию. В отдельных случаях международным рекомендациям существует так называемая сентиментальная лимфоденектомия, то есть удаляется лимфатический узел, по которому может протекать лимфа непосредственно из данного пигментного невуса или меланомы, для того, чтобы в последующем мы могли понять, есть там метастаз или нет, и прогнозировать исход заболевания. Применяется, понятное дело, и ультразвуковое исследование региональных лимфатического узла, при необходимости с пункционной биопсией под контролем желательного УЗИ, дабы уже мы могли иметь полную исчерпывающую информацию о существующей распространении патологии. Ну, конечно, есть и другие методы исследования, которые, как правило, проводятся в различных институтах онкологии. Это и термография, и это радиофосфорные исследования у опухоли и много-много другое. Но основным методом диагностики служат, конечно, морфологические. Это биопсия при необходимости. Скажите, а все ли вообще родинки подлежат удалению? Если человек вот придет к вам и скажет просто, я хочу удалить родинку. Ну, нет, конечно. Мы же должны понимать, что родинки, или так называемые пигментные невусы, они могут иметь место быть с рождения. Допустим, на теле их можно 7 или 8 обнаружить. И каждую удалять, ну, большой необходимости нет. За ними нужно следить. И нужно понимать, что в течение возраста могут появиться дополнительные пигментные невусы, за которым тоже следует следить. Другое дело, что всегда нужно понимать, что если мы имеем расположение данного невуса в зоне травматизации, о чем я и говорил, да, ее желательно удалить. Либо мы имеем пигментный невус, который имеет место быть активный рост. Тоже надо удалять. Размеры и так далее. А так, конечно, за каждым пигментным невусом нет смысла так активно хирургический подход применять. В рубрике «Испытано на себе» отправимся на поиски солнцезащитного крема и расскажем, на что при выборе косметического средства необходимо уделять внимание. Не очень утешительная статистика. Около 60% случаев рака кожи связаны с избыточным воздействием солнца. Речь в основном идет о меланоме. Поэтому кожу необходимо защищать солнцезащитными средствами. Солнцезащитные средства. Есть крема, есть лосьоны, есть спрей. Какое лучше выбрать? Молочко, так как оно на кремовой основе, в виде жидкого крема, естественно, оно впитывается быстрее и лучше. Что касается масла, масло, как правило, оно остается на коже подольше, нежели молочко. Поэтому все зависит, в принципе, от того, как бы вам хотелось себя защищать. Масло можно обновлять не так часто, нежели молочко, но в любом случае всегда говорят о том, что загорать только в безопасные часы. Вот на всех средствах есть цифры 20, 30, 45. Это SPF-фактор, правильно? Что это такое? SPF-фактор – это солнцезащитный фактор, вещество, поглощающее ультрафиолетовые лучи, способное защищать кожу от неблагоприятного воздействия солнечных лучей. Как правильно выбрать? С какой отметкой? Ну, все зависит от изначального состояния, цвета кожи. Светлую кожу, дабы кожу с повышенной пигментацией либо с повышенным количеством веснушек, ее всегда нужно защищать больше. То есть, выбирая средства, вы выбираете наивысший фактор. Если человек изначально смуглая кожа, то с такой кожей можно использовать наименьший фактор защиты. Сколько можно находиться времени на солнце, после того, как мы нанесли солнцезащитное средство? От 15 минут до полутора часа. Если вы загораете в безопасной ранним-ранним утром, то, конечно, можно раз и в полтора часа. Если вы уже ближе к обеду, и у вас кожа, опять же, светлая, и вы способны больше обгореть, нежели загореть, то, конечно, это лучше делать каждые 20-30 минут. Ну и напоследок несколько правил по защите вашей кожи. Солнцезащитные средства нужно использовать за 20-30 минут до выхода на солнце. Этого времени хватит, чтобы средство впиталось. Особое внимание уделяйте участкам тела с тонкой кожей, например, носу или ушам. Если вы долго находитесь в воде, процедуру обработки кожи нужно повторить. Но сначала стоит дождаться, пока кожа высохнет. По поводу лечения меланомы. Кроме хирургического лечения, какие еще есть методы? Есть методы и химиотерапевтические, плюс лучевое лечение. Но эти методы, как правило, являются вспомогательными для сдерживания процесса, либо для достижения максимальной регрессии в опухоли. Они не могут служить средством радикального излечения от меланомы. Основной метод излечения был и есть пока на сегодняшний день. Это хирургический способ. Применяемое иммунологическое и химиотерапевтическое вмешательство, что оно в большинстве случаев оказывает существенную помощь. Эффект отмечается на лицо. Мы получаем определенный регресс в опухоли, может быть, 15-30%. Но отнюдь не излечиваем пациента. А потому, конечно, ранняя диагностика на сегодняшний день является, как будем говорить, косвенно прямой метод радикальности излечения. В отдельных случаях применяется лучевая терапия тоже для достижения определенного лучевого эффекта. У тех пациентов, которым необходимо снизить болевой синдром, либо уменьшить опухолевую массу до таких размеров, при котором можно будет уже применять хирургический способ радикального посудия. В нашей республике это все есть? Конечно. Наши пациенты, соответствующими нормативными документами для проведения лучевой терапии, они едут в институт онкологии города Кишинево. Государство для этого оказывает существенную помощь. И химиотерапевтические и иммунологические методы лечения, конечно, проводятся в нашей республике. Средства для этого существуют в соответствии с онкопрограммой. Но хирургические пособия, конечно, осуществляются в условиях онкологического отделения Республиканской клинической больницы. Наши зрители пишут нам на электронную почту здоровьясобака.пгдрк.ру и людей интересует, как же все-таки уберечься тем людям, которые относятся к группе риска. Нужно понимать, что пигментный невус не обязательно должен быть меланомой. Существуют меланомы непигментные, которые не имеют окрашенного покрова, они малозаметны и так далее. То есть любой, даже если, особенно, как говорим, блондины и рыжеволосые, им нужно максимум беречься от солнечной инсоляции. Сколько можно на солнце находиться? Когда? Ну, на солнце, конечно, можно находиться 15-30 минут, но не под прямыми лучами солнечной активности. И желательно это делать либо до 11 дня, либо после 2-3 часов дня. Бледно кожей или рыжеволосой, для них больше характерно под солнечной инсоляции получить ожог. А если возникает ожог, чем это может обернуться? Ну, для этого используют соответствующие противоожога крема солнцесощитные и так далее. То есть ожог может просто стимулировать развитие любой опухоли на коже? Вот в том-то и дело, да. Ожог это что? Это термическая агрессия, это травма термическая. Поэтому нужно беречь себя максимально от солнечной инсоляции, не злоупотреблять ею, соответственно. Помогают ли солнцезащитные крема? Нет, конечно, надо отдать должное, что солнцезащитные крема, конечно, помогают, но уж точно не от развития меланомы. Они предупреждают развитие ожога солнечного, да, первой или второй степени, но не от развития меланомы. Почему? Потому что механизм действия солнцезащитных кремов направлен на предупреждение развития или повышение температуры кожи, реакцию на высокую солнечную инсоляцию. Ведь мы говорим о меланоцитах. На самом-то деле солнцезащитные так называемые крема, они не исключают возможность попадания ультрафиолета на пигментный неус или на кожу. Просто путем биохимических, будем говорить, химических реакций кожи, они предупреждают развитие патогенеза самого ожога кожи, но не исключают. То есть не стоит уповать только на солнцезащитные крема. Скажите, ну вот известно, что, допустим, к гинекологу, к стоматологу должны обращаться один раз в год. А на осмотр родинок, невусов, как часто необходимо приходить? В принципе, достаточно будет и одного раза в том случае, когда нет подозрений на ту или иную активность или рост образования. Если уже больной получает спецлечение хирургическое, он находится в зоне риска, соответственно, два, а то и три раза в год пациент должен наблюдаться, причем непосредственно у онколога. Конечно, сегодня многие женщины для косметических, эстетических манипуляций чаще всего посещают именно эти салоны косметические для приведения, можно сказать, кожного покрова в тот порядок, как бы им хотелось. Тут я бы хотел пренебречь этими посещениями, поскольку любое образование кожи, которое может быть и косметически, или эстетически требует таких мешательств, начинать посещение в первую очередь с дерматолога. Поскольку дерматолог – это первое звено, если дерматолог позволит провести те или иные мероприятия, то, конечно, косметический салон можно посетить. Почему? Потому что если дерматолог может заподозрить как инфекционные заболевания кожи, так и заподозрить ту же самую меланому, либо рак кожи, соответственно, дерматолог направит к онкологу. То есть посещение косметических салонов без консультации специалиста, дерматолога, или хотя бы онколога нежелательно. Это главные условия того, что мы могли бы сегодня более своевременно выявлять меланому кожи. Спасибо, Геннадий Николаевич, за то, чтобы вы акцентировали внимание на данной проблеме. Мы становимся ближе к вам, наши зрители. Каждый из вас может стать соавтором нашей передачи. Как? Пишите нам на электронный адрес здоровьясобака.пгтрк.ру и ваши вопросы обязательно попадут в эфир нашей передачи. Узнать тему следующей можно по будням в новостях 20.30 и в социальных сетях. С вами была программа «Здравствуйте!» До встречи на Первом Приднестровском. Субтитры подогнал «Симон»!